Вот, итак, тема лекции нашей — это модули ООП и еще всякие штуки в питоне, о которых мы теперь о всех поговорим. Идея вообще какая за всем этим откроется? Какую проблему вообще мы решаем? Вам вот какой-то синтаксис питонячий рассказали, казалось бы, должно быть достаточно. Вот, но это не совсем так. Дело в том, что сложно достаточно написать какой-нибудь, ну, сравнительно большой продукт, если вы умеете писать скриптик только в одном файлике. Очевидно, этого недостаточно, с этим неудобно работать, это неудобно распространять, не говоря уж о том, что какие-то там библиотеки вообще невозможно создать, не будете же вы там какие-то куски файла копировать и вставлять себе обратно. Поэтому, естественно, как, в общем, во всех известных мне языках программирования, в питоне есть своя реализация какой-то модульной структуры, там, пакетной, как хотите, называйте. Эти слова в питоне там имеют свой конкретный смысл, в других языках они могут иметь другой. Но смысл в том, что разложить свой код как-то его структурировать по файлам, а потом и логически, и не только по файлам, но и по классам, там, и по функциям. Вот, в питоне все это можно, мы обо всем сейчас постепенно поговорим. Ну, по функциям вы умеете структурировать, само собой. Вот, в центре всей модульной структуры питона лежит вот этот директив импорт, с которым вы наверняка уже имеете дело. Ну, вряд ли кто-то смог как-то вот что-то написать, не используя ни разу импорт. Вот, где я его исполнил. Он на самом деле просто находит на диске соответствующий пай-файл и исполняет его. Это, в принципе, более-менее все, что делает импорт, вот так, с пользовательской точки зрения. Хотя у него, естественно, под капотом всякие штуки происходят. И первый вопрос, который все уже должны были задать, который всем не должен давать покоя, это что значит ищет на диске, где конкретно он ищет, ну, то есть диск большой. Вот, ищет он в тех директориях, которые указаны в CIS-пасе. Ну, то есть это вот атрибут пас модули CIS. Как эти пути там вообще оказываются? Вы их туда обычно не кладете, но там какие-то пути есть. Как правило, ну, в общем, можно считать, что туда основной набор путей зашивает автор, наверное, дистрибутива, из которой вы ставили питон. Вы, скорее всего, там, не знаю, работая на Ubuntu, поставили питон, сказав там, get install питон, ну, или он там уже стоял. Это значит, что есть некий монтейнер пакета вот этого питона, не самого питона, а пакета Ubuntu, который туда вот что-то по дефолту вшил. Это, скорее всего, какой-нибудь там вот, ну, здесь таких пакетов нет, потому что у меня анаконды, но там какой-нибудь там user, local, lib, python, там, side package, что-нибудь такое. Вот. Управлять этим вы можете как напрямую, вот как в следующей строчке, просто сказав там sysappend, так и с помощью переменной окружения Python Pass. Если запустить питон с установленной переменной окружения Python Pass, он пути оттуда в этот syspass тоже добавит и тоже там будет искать. Вот этой строчкой, кстати, я добавил в Python Pass папочку вот 0.3.op import sample. То есть в нашем репозитории, вот в этом, которым мы все с вами пользуемся, в папке лекции есть папка import sample, вот она. Вот. И я сюда... Да, видно не очень хорошо. Это правда. Давай попробуем. Да, ну, в общем, я туда что-то закоммитил. Па-па-па-па-па-па. Давай попробуем. Ага, только он новый открыл, к сожалению. Ну, и ладно. Нормально видно? Очень тесно. Да, ну, в общем, вот я принес там некий образец. И чтобы мы могли импортить из папки этого образца вот эти пайники, которые здесь есть, тут притекаться пайп в частности, я делаю там sysappend. На самом деле, конечно, в нормальном коде никто sysappend никогда не делает. Устанавливают либо Python Pass, либо кладут просто библиотеки туда, куда, скажем так, операционная система подразумевала, что их будете кладить. Но это вообще достаточно нормальная ситуация. Вот. Ну, это как знаете, вот если у вас есть какая-нибудь игра, и вы к ней плагин ставите, вы не выбираете, не говорите игре, где искать плагины обычно. Вы обычно просто кладете туда, где игра их уже ищет. Вот это точно та же ситуация с питоном. То есть, как бы, есть предназначенные директории, и вы по ним раскладываетесь, если речь идет про системные модули, ну, и устанавливаете Python Pass, если у вас там какой-то свой софт. Вот. Ну и все, мы можем сказать импорт предекаций. Вот они импортировались. И если посмотреть на репор этого переменной, то мы узнаем, что это, в принципе, модуль, загруженный вот там с такого-то пути. Вот. И в этом модуле можно посмотреть, там объявлено несколько функций. Empty, positive, even и от. Ну, понятно, типа, пустой или массив, ну, в смысле, пустой или лист, наверное, правильно сказать. Наверное, не только. Положительное ли число, четное ли число, нечетное ли число. Вот. Ну и все эти функции оттуда можно повызывать. Типа, пустой ли такой массив? Нет. Нечетное ли четверка? Нет. Ну, все, все работает замечательно. Вот. Но помимо формы просто импорт что-то, Python также поддерживает форму from. Что-то импорт то-то. Да, простите за татологию. Ну, короче говоря, можно сказать, какие конкретно функции, или там классы, или там что угодно, или переменные, и из модуля нам нужны. Вот я говорю, что давайте мы из предиката возьмем только positive. Тогда мне больше не надо к positive обращаться как предикат.positive. Мне создастся прямо вот такая переменная у меня. И я могу ее вызывать. Вот. Число минус 42 неположительное. Вот. Можно сказать, можно после импорта указать звездочку, тогда из пакета будет, вернее, из модуля, вообще все будет вытащено. Вот. Ну, в частности, вот empty. Единственное, что, если вот мы сейчас попытаемся воспользоваться функцией подчеркод, то мы выясним, что такой, как бы, у нас нет. И это связано с тем, что звездочка по умолчанию импортирует все, что не начинается с подчеркивания. Вы, может быть, уже видели, или где-нибудь слышали, что в питоне все, что начинается с одного подчеркивания, это как бы приватное, поэтому импорт звездочка такое, как бы приватное, не импортирует. Если вас это поведение не удовлетворяет, им можно управлять с помощью специальной служебной переменной, объявленной в пакете old. Можно воле перечислить, что мы хотим, что мы имеем в виду под звездочкой. Вот, в частности, мы можем сказать, а мы будем иметь в виду, например, все. Вот, ну, чтобы это продемонстрировать, мне придется сейчас все перекомпилить. Секундочку. Все переисполнить, вернее. Да, вот видите, теперь подчерк-код работает. Вот, эта штука нужна, на самом деле, довольно-таки редко, и вообще форма импорта со звездочкой, она такая, как это сказать правильно, тоже невостребованная, что ли. Ну, в общем, короче говоря, импортить звездочку достаточно стрёмно, потому что совершенно непонятно, какие после этого переменные у меня создадутся, какие из них пересекутся с моими, а как бы там никакого варгинга не будет, если вы объявите функцию такую же, но он просто ее перетрет. Вот, поэтому, как бы, этим обычно никто не пользуется, и перечисляют после импорта смело прям все, что нужно, это нормально. Если не хочется все перечислять, можно сказать просто импорт и обращаться по полному имени. Вот. А если у нас в нашем файле есть функция с таким же названием, у нас единственный вариант импортировать весь модуль и обращаться по полному имени. Там еще есть вариант, сейчас, возможно, у меня дальше есть пример, да, вот, чуть позже будет, можно импортировать что-то, s что-то, можно импортировать что-то, создав ему другое имя. Вот. Нужно понимать, что вот этот импорт, это фактически, это то же самое, что написать там, a равно 2, ну, то есть, это та же самая, просто создание переменной, просто в нее присваивается какое-то значение вот из того модуля. Да. Все без чего-то. Если и можно, то я не знаю как, подозреваю, что нельзя, но я не уверен. Ну, вообще сложно ответить, да, на вопрос, что точно не бывает. Вот. Соответственно, вот такой вот файлик, которому вы можете сказать, импорт это модуль, а есть еще такая штука, как пакеты. Тут терминология, в общем, довольно-таки такая запутанная, слегка, и обычно с первого раза не особенно понятно, но смысл в том, что вот в нашем импорт-сэмпле есть папка, ну, каталог геометрии, и в нем, соответственно, есть специальный служебный файл подчерк, подчерк, init, подчерк, подчерк, и еще два пай файла. Как это работает? Ну, на пай кэш внимания не обращайте, понятно, да, это просто кэш. Если я сделаю импорт геометрии, то есть, как бы вот этому каталогу, то выяснится, что это тоже модуль, хотя это не пай файл. Почему? Потому что в нем лежит специальный init.py, который говорит, что фактически реализация модуля геометрии это вот то, что в этом init.py записано. Сделано для чего? Для того, чтобы вы могли одновременно иметь и как бы геометрии пай, и при этом, как каталог, иметь его вложен. Если кто-то имел дело с перлом, то там проблема по-другому решена. Там был бы геометрия пай, говоря языком питона, а рядом был бы и каталог. То есть, фактически, вся вложенность в геометрии лежала бы в каталоге, а сам он рядышком. Но вот чтобы сделать не так, чтобы оно все лежало в одном каталоге рядышком, сделали тут подчерк-подчерк и init подчерк-пай. Ну вот, соответственно... Там объявлена функция сторона треугольника. Даешь ей две стороны и угол, а она тебе третью считает по тереме косинусу. А почему мы не можем просто сделать модули? Геометрии модули. Точка пай. Да. А потому что у нас рядом есть еще... В нем еще есть Geometry Circle и Geometry Square. Это отдельные типа под-модули, которые отличаются за геометрию круга и там квадрата. Просто просим. Ага. А если пакет внутри пакета, то как это будет? Ну, сейчас вот мы увидим, но в принципе как бы через точку сколько хочешь раз перечисляешь и все нормально. Ну вот, вот следующий пример. Сейчас мы уже доберемся. Вот буквально вот он. Пока на него не смотрите. Сейчас я сделаю тайно. А вот мы пакет импортируем, а вот все два файла, которые кроме init, мы не доступа имеем? Нет, пока мы их не импортнули не имеем. Ну, то есть это легко проверить. Давайте попробуем Geometry Square, скажем. То есть импортировать пакеты то же самое импортировать в модуль, который вы имеете записывать? Пока вообще Geometry это модуль. Это как бы пока еще не пакет, речь немножко не про это. Да, вот он модуль. Если мы попытаемся в Circle достучаться, ничего такого там нет, ничего не работает. Вот. Сейчас тут, к сожалению, я не очень могу последовательно рассказать. Мы сейчас два круга пройдем, и всем все станет понятно. Ну, давайте, в общем, воспользуемся функцией вот этой Triangle Side. Я ей дам сторону 3, 4 и прямой угол, то понятно, что третья сторона треугольника должна быть 5, равна, это вот этот вот, как он там называется, классический египетский треугольник или что-то в этом роде. Вот. Если же я загляну внутрь, через точку, вот, как ты спрашивал, то да, я могу сказать, а импортникам не весь Square, или даже импортникам не Circle из Geometry, это работает, после этого Square доступен по полному имени, Geometry Square, а Circle по короткому имени, просто Circle. Вот, соответственно, Circle — это тоже модуль, вот, но в этом смысле, вот бы мне вам не наврать, наверное, да, Geometry выступает как бы в роли пакета для вот этих двух модулей, но, честно говоря, я прям даже засомневался сейчас, когда начал говорить, вот, я вам в часик потом уточню, я мог наврать. Да-да-да. Не-не-не, это точно такой же модуль, как и все остальные, давайте я вам все сейчас покажу, чтобы картина сложилась. Вот Circle, в нем единственная функция, типа, длина окружности по радиусу, да, вот квадрат, в нем единственная функция — это площадь квадрата по стране. И, собственно, корневая геометрия, в которой есть терем косинус. Вот. И этот initPy, он фактически означает, что, типа, не вкладывай ничего, а используй родительский. Вот. То есть это все. Ну, то есть это то же самое, на самом деле, что был бы GeometryPy. Просто если у вас будет и GeometryPy, и каталог Geometry, то работать, как задумано, не будет. Более того, до некоторых версий, там, по-моему, то ли... Ну, в общем, во втором питоне, скажем так, initPy был обязателен. Если в каталоге нет initPy, то питон туда импортом пройти не может. Вот. В третьем это изменили, скажем так. Теперь это называется namespace, и туда пройти внутрь можно. Я просто не хочу всеми этими деталями как бы возгрузить. Вот. Смысл в том, что, как бы, вот через эту точечку вы можете обращаться сколь угодно глубоко. Вот. Соответственно, вынимая либо с нужной глубины, либо до нужной глубины дело импорта, чтобы по полному имени можно было обращаться. Ну да. И вот последний пример. Я могу из Geometry импортнуть Circle под именем Circle2 на тот случай, если у меня имена пересекаются. Такое бывает. Это, в общем, не то чтобы не редкость, но случается. Вот. Если вы ну, какими-то пользовались библиотеками или даже вот, может, домашки скачивали, вы, в принципе, видели, да, что обычно какая-то иерархия примитивная у питаньячего, питаньячей библиотеки там, или питаньячего проекта всегда есть. Вот. И, соответственно, вот этими импортами вы можете там достаточно глубоко пройти. Вот. Достаточно, нужно сказать, нередкостью являются пустые initpy именно по той причине, по которой я выше озвучил, что в втором питане они были обязательны. Вот. И тогда, ну, это вообще совершенная норма, и люди, я так понимаю, по инерции продолжают так делать, это совершенно не странно. Вот. Несмотря на то, что я какой-то более-менее, ну, пытался формально это все описать, обычное использование импорта очень даже такое автоматическое, то есть обычно понятно, что происходит. Вот. Обычно вы просто, обычно путями вы особо не заморачиваете, у вас там пара вложенных каталогов, а сторонней библиотеке вообще импортируется просто импорт и ее имя. Вот. И очень редко сторонней библиотеке какую-то там вложенность предоставляют, если это, конечно, не какой-нибудь монстр, типа джанки, там, понятное дело, полный порядок, там, по четыре уровня вложенности это норма. Вот. С этой частью все. Я надеюсь, что у вас никаких вопросов и сложностей с этим не возникнет. В питоне все сделано достаточно логично. Единственное, что есть, особенно во втором питоне, всякие непонятные ситуации, связанные с тем, откуда начинает импортиться модуль, то есть там были истории, что у вас могло быть в локальном каталоге и в глобальном корне мог быть модуль с одинаковым именем, он там неправильно их выбирал. Вот. В третьем все это более-менее пофикшено и обычно к этому возвращаться не приходится. Так. Давайте дальше. Собственно, про ООП. с этого момента как бы резкая смена темы. Самый интересный вопрос. Кто вообще? Ну, вы, очевидно, программировали какие-то языки программирования до этого и наверняка многие программировали на C++. Сколько здесь таких? Можете руки поднять? Ага. А остальные это типа C? Вот. Ну, в Перле примерно все то же самое. Ну, вот смотрите. как бы так или иначе, я думаю, все с ООП сталкивались. То есть, ООП это подход. Как бы, ну, ООП это объектно-ориентированное программирование. Это некоторый подход. Он такой весьма неформальный, несмотря на то, что там якобы есть какие-то правила. От языка к языку реализация этого подхода отличается иногда достаточно сильно. вот. Если кто-то программировал на джаваскрипте, например, то это, наверное, самый такой самобытный язык в этом смысле из тех, что я знаю, по крайней мере. Ну, не считая функциональных. Вот. И в питоне есть своя реализация ООП. Она такая довольно-таки классическая, но со своими какими-то особенностями. Вот. Что вообще в центре идеи ООП находится? Давайте мыслить о данных, с которыми мы работаем и вообще об алгоритмах в том числе, как о некоторых объектах, которые внутри себя содержат данные и заодно содержат как бы методы работы с ними. Какие-то там программы, условно говоря, которые можно вызывать. Дальше тут теория разнится. Кто-то предпочитает думать, что вы просто вызываете функции на этих данных, которые просто данные с собой носят. Более же такой, скажем, классический подход это считать, что вы посылаете объекту некий сигнал, некую команду условную, он там как-то на нее реагирует. Вот. Соответственно, вот этот метод, который он там содержит, это вот такой сигнал, который он поддерживает. Вот. Ну, классический пример объектов там из плюсов, которые легко понять, это какой-нибудь вектор. Ну, как структура данных. Вот есть просто вектор, я ему говорю, добавь элемент, добавь, 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 потом спрашу, а какая у тебя там длина? А он мне отвечает, 8. В общем, 8 раз ему добавил элементы. А потом говорю, ну-ка, давай отсортируйся. Ну, он там сортируется как-то. Вот такой объект в своего рода такой, типа, удаленный сервис. Ну, повторюсь, OP это такое достаточно большой и, в общем, большое размытое понятие и каждый там свой смысл вкладывает, какой хочет. Вот. Ну, вот то, что сделано в питоне, мне лично понятно, приятно и нравится. Вот. Чаще всего рядом с понятием объекта идет понятие класса и мы с него и начнем. Класс это во-первых, описание типа объекта, то есть объекты, они как бы не все разные, да, очевидно, есть объекты с одним и тем же интерфейсом, то есть типа все вектора, они более-менее одинаковые, в смысле, что мы общаемся с ними по одному и тому же протоколу. Вот этот протокол, это как бы тип объекта. Если вы писали на типизированных языках, даже не OOP, то вы понимаете, что такое тип, да, это вот то, в каком контексте объект может быть использован. В питоне класс это не только тип, но это еще и конструкция, собственно, конструктор этих объектов, то есть, ну, фактически фабрика. То есть вот класс, он занимается и тем, что описывает, как объекты будут выглядеть и заодно их производят потом. Вот. Простейший голый синтаксис класса это класс, имя класса, двоеточие и тело, пока тело будет пустое. Вот. То есть это вот минимальный класс timeInterval, который пока ничего не умеет, но его уже, этот интервал можно создать. Если вы вызываете класс со скобками как функцию, то вы создаете экземпляр этого класса. Вот он, собственно, создался, и нам репер говорит, что вот эта штука, это mainTimeInterval, там, лежащий там-то, там-то. Обратите внимание, синтаксис создания объектов никак не отличается от синтаксис вызова функции, кроме того, что класса принято писать с большой буквы. И в этом смысле это требование, оно имеет, не лишено смысла, потому что если вы будете и функции, и метод называть с большой буквы, то вы потом не поймете, где класс инстанцируется, а где функция вызывается. Вот. Есть специальная служебная функция type, это не совсем функция, это на самом деле тоже класс, но не суть, которой можно посмотреть, что такое интервал. Вот он нам ответит. Интервал это объект класса mainTimeInterval. А вот TimeInterval, some, это что? Какие есть варианты? Объект класса какого? Не совсем, но близко. Ну да, да, это типа объект класса класс, только в питоне класс называется type. Это, собственно, вот этот же type, который мы анализируем. То есть, да, в питоне функции это объекты, и, соответственно, классы это тоже объекты. То есть, ну, вообще, обратите внимание, и модули, про которые мы говорили в предыдущей части, это тоже объекты, то есть, в принципе, в питоне в этом смысле все унифицировано. Это просто переменные, которые содержат либо числа, либо строки, либо массивы, либо вот классы, модули и функции, и все это единообразно. Вот. Соответственно, там is-ом можно их даже сравнить. Вот. Но я сразу забегая вперед, скажу, что если вы по какой-то причине хотите убедиться, что у объекта такой-то класс, то надо использовать из instance, а не из, как в примере выше. Я чуть позже объясню, почему. Вот. Но уже сейчас кое-кто может догадаться. Но вообще, обычно такое и не требуется. Это просто такая, ну, игрушка. Вот. Теперь мы вообще создали пустой класс, он ничего полезного не делает. Давайте сделаем какой-нибудь полезный класс, который что-то делает. Вообще, time-interval это класс, который задает интервал во времени от какого-то до какого-то. Вот. Мы его там научим всяким штукам постепенно. Давайте для начала научимся его конструировать. Чтобы вообще сконструировать нормальный рабочий интервал, нужно ему сказать откуда и докуда он будет. Вот. То есть, ему нужно знать о себе хотя бы начало и конец. Вот. И вот в этом примере, который вы видите, тут есть сразу несколько непонятных вещей, которые мне придется объяснить разом, потому что они все взаимопереплетены и друг на друга ссылаются. Вот. В первую очередь специальный метод подчерк-подчерк и нит-подчерк-подчерк. Это почти конструктор, ну, если вы на других языках программировали, вы знаете, да, есть такая штука как конструктор, которая вот отвечает за создание. Это не совсем конструктор, это правильно сказать, наверное, инициализатор, потому что конструирует объект и питон сам, и после того, как он его сконструировал голым, он вызывает из него инид, предоставляя объекту сразу после создания возможность инициализироваться. Вот. теми же данными, теми же данными, с которыми был вызван конструктор, в данном случае begin и end. Первым параметром все методы, включая инид, получает сам объект. В других языках это обычно решается специальным ключевым словом. В джаваскрипте это там да, this, так же, как и в c++. В Ruby это self, если я не ошибаюсь. А вот в питоне, кстати, как в перле, был выбран путь явного передачи объекта в метод как параметры нулевого, ну, первого. Вот. Все методы получают self первым параметром. Его абсолютно необязательно называть self. его можно назвать как угодно, но есть, ну, как бы, скажем так, в PEP8 написано называйте его self. Вот. Поэтому нет никакого смысла и никаких причин от этого правила отступать. Вот. Соответственно, после того, как мы получили self begin и end, нам нужно begin и end внутри selfа сохранить. Сохраняем мы их вот так вот достаточно очевидным синтаксисом, который вы, наверное, до этого не видели. Через точку можно обращаться к атрибутам объекта. Да не, наверное, видели. У всех встроенных объектов там так или иначе атрибуты есть. В общем, вы обращаетесь к атрибуту и присваиваете. Кладите в begin begin, кладите в end end. Вот. Ну и все, можно попробовать. Есть вот date time модуль, который умеет дата создавать. Я попытаюсь сейчас создать свой time interval из подав ему 1 января 2018 года как begin и 2 января 2019 года как end. Ну вот он создался и можно из него считать begin. Вот эти атрибуты они заранее нигде не указываются. Во, 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 да, да, да. Это наш следующий пункт. Да, атрибуты никак заранее не указываются. Более того, можно любой атрибут в любой момент времени в любой объект присвоить. Например, можно в наш интервал вписать 3x и он там сохранится. Вот. Ты не зря морщишься. Это действительно странно. И поэтому есть как бы такая рекомендация, которую обычно соблюдают задавать новые атрибуты только в ните. Переопределять их потом можно. Новые лучше не создавать, иначе просто, ну, будет непонятно, что происходит. Хотя, ну, как бы бывает по-всякому и бывает, что это не лишено смысла. Соответственно, смотрите, если записывать можно любой атрибут в любой момент, то обращаться можно только тем, к тем, которые были уже записаны. Если обратиться к атрибуту, который записан не был, получится атрибут error со соответствующим сообщением, что timeInterval никакого такого атрибута not found не содержит. Ну вот. Теперь методы. Это вот те самые условные сигналы, которые можно послать объекту. Ну и если говорить так глубоко теоретически, если более практически, это просто функции, которые можно вызвать из объекта, скажем так. Самое простое, что мы можем предложить к написанию, это просто тупо метод getLength, который длину получает. Он просто вычтит из end до begin, dateTime это поддерживает и вернет. проблем никаких. Self здесь тоже, как первый параметр, получается, так будет всегда. Никаких дополнительных параметров не надо. Можем смотреть, как это работает. Сейчас, пам. Соответственно, с 1 января до 2 января 2018 года прошло 86 тысяч 400 секунд. Это количество секунд в сутках. Если кто наизусть не знает, пора выучить. Вы увидите, что я делаю. Я говорю interval, getLength и в результате вычитания двух dateTime получается объект timeDelta тоже там из модуля dateTime и у него есть метод totalSeconds, который его как секунды возвращает. То есть у них там тоже свое OP. Аналогично, если я обращусь к методу, который я не объявил, я получу исключение. Кто догадается, какое? Ну вот, когда я обращался к атрибуту, я получал атрибут error. А когда я обращусь к методу? Вот. Совершенно зря ты стесняешься. Это вообще логичный ответ. Да. В любом другом языке мы действительно получили бы метод error, но не в питоне. Да, мы все равно получим атрибут error. И вот почему. Потому что в питоне вызов метода это на самом деле получение атрибута, а потом его вызов. поэтому если я скажу interval.getLength без скобок, то я просто получу объект метода. Обратите внимание, я не функцию получаю, а метод, потому что он в себе self помнит. То есть функцию, если я просто получил бы функцию и потом бы ее вызвал, то непонятно, откуда бы там self взялся, поэтому вот тут есть как бы отличие. Метод это такая функция, которая вот сюда self запомнила. Ну и еще она там что-то знает, конечно. методы как и функции это объекты. Как и модули, как и классы, как и все на свете. Вот. То есть в этом смысле в питоне все унифицировано. А можно вопрос? Да. А вот цифры в конце там, где вот написано сообщение, там цифры в конце вот эти. Вот это? Это адрес в памяти? Да, ну наверняка, да, насколько это реальный адрес и насколько это поведение от интерпретатора зависит, я, честно говоря, даже не знаю. Ну то есть это может быть полезно, только, наверное, для того, чтобы сравнить, что два объекта это один и тот же. У них одинаковые цифры, это, видимо, одно и то же. Если разные, я даже не знаю, что с этой информацией делать. Вот. Но возможно, что-то можно, никогда не удавалось. Вот. Следующий вопрос, который, возможно, всех волнует, это приватность. В языках типа C++, в том же Ruby, ну, в Java атрибуты и методы, делится там на публичные, приватные, иногда protected, там, в зависимости от языка, там, разные значения в эти слова вкладываются. Но смысл в том, что можно иметь некоторые методы или некоторые атрибуты, которые никому снаружи недоступны, а доступны только изнутри. Вот. Ну, в частности, мы, например, не хотим светить begin'em и end'em, мы хотим дать возможность пользователю читать длину нашего интервала, но границы мы никому говорить не будем и сами о них позаботимся. Вот. Способ сделать это в питоне это просто назвать атрибут подчеркивания что-то там. Вот как в том начальном примере, помните, когда я говорил, что функции с подчеркиванием импортом не импортятся, импорт звездочка их не импортит. Так и здесь. Вот. На самом деле, ну, давайте, в общем, попробуем. Вот. У нас, естественно, все работает. Давайте попробуем к begin'у к этому обратиться. На самом деле, это работает. То есть, никаких проблем с читать атрибут, будь он назван с подчеркиванием или без подчеркивания, нет. Единственное ограничение это, собственно, договоренность. То есть, в питоне нет никакой технической поддержки private, есть просто некоторые как это называется, ну, есть соглашение, что давайте, короче, методы с подчеркиванием и атрибута снаружи не вызывать. Но этого достаточно. Все это делают, если вы пользуетесь какой-то модной IDE-шкой, то она вам даже подчеркнет, что, типа, что-то вы делаете тут не так. Зато, если вы пишете тесты и вам надо поковыряться внутри объекта, ну, вас никто не останавливает. Метод, ну, метод атрибута это же одно и то же, поэтому, да, там вся та же самая история, в общем-то. Вот. То есть методы с подчеркиванием тоже звать нельзя. Строго говоря, это вроде как называется в доке protected, потому что есть еще такой вот типа private с двумя подчеркиваниями. И с ним дела обстоят чуть веселее. Его действительно нельзя прочитать. Вот видите, я с двумя подчеркиваниями begin объявил, и прочесть мне его не дает. Потому что в тот момент, когда вы объявляете метод с двумя подчеркиваниями, между ними вставляется, перед ними вставляется еще одно подчеркивание и имя класса, в котором вы объявили. То есть такие имена специально питоном портятся, но их все еще можно получить просто под поиспорченному именю. Вот. И это, грубо говоря, private. Private в плюсовом смысле, потому что уже в наследнике этого timeinterval, если вы понимаете, я пока про наследование не рассказывал, но как бы вы наверняка в курсе, что классы могут наследоваться. Так вот уже в наследнике эти атрибуты нельзя было использовать, потому что в них зашито имя базового класса. Вот. Ну и вообще эти штуки как бы технически являются private, хотя три минуты назад я сказал, что такого в питоне нет. Ну вот на самом деле, что забавно, что вот этот механизм мы, например, в своих проектах не используем, и я не видел, что кто-то особенно его использовал. А, вот смотри, видишь, я писал атрибут подчерк, подчерк, бэгин, и здесь к нему обращался. И это работает. Но снаружи нужно обращаться к подчерк, имя класса, подчерк, подчерк, бэгин. Вот. То есть питон его специально портит. Ну то есть он прям в момент интерпретации видит, о, короче, атрибут с двумя подчеркиваниями. Ну-ка я в него имя класса допишу. Вот. Ну такая вот типа легкая магия, которая как бы делает проект. В общем... Не делать, а если с одним. Да, вот как бы я пока ни разу так и не встретил доступного объяснения, зачем все это нужно. Если как бы с одним, подчеркиваю, все работает, то есть как бы еще пока не нашлось на планете человека, которого не удалось в этом убедить. Вроде бы всем говорят, типа смотри, подчерк, это приватный. Все говорят, ок. И вот пока этого хватало всем. Но на тот случай, если как бы мы, не знаю, вступим в контакт с инопланетной расой, вот есть два подчеркивания, которые технически это не дают сделать. Ну, это, в общем, достаточно странная фишка, и я пока не встречал людей, которые бы за нее топили особенно. Ну, и тем более, что этот правиль это еще так реализован, типа, что если надо, все равно залезешь. Просто какие-то усилия чуть больше. Так, с этим понятно, да? Я думаю, с очком. Вот, теперь чуть более веселая тема. Смотрите, хочу, чтобы begin и end у нас можно задавать снаружи, но я хочу, чтобы у них были дефолтные значения, чтобы какие-то из них можно было не задавать, или оба не задавать. Вот, поэтому я говорю, что у begin и end будут дефолтные значения none у параметров, ну, то есть это же такая же функция, как и все остальные, можно так делать. И потом говорю, короче, если begin none, то впиши в begin default begin, если end none, то впиши в end default end. А вот эти вот default begin и default end я объявляю прямо на уровне класса. Вот, то есть это атрибуты вот это и вот это уже не объекта, а класса, но питон как бы позволяет, ну, работает так, что если в объекте не нашлось какого-то атрибута, он пытается носить в классе. Вот, да. Нельзя сразу указать там default значение вместо none. А, ну, просто как-то так попонятнее, типа, то есть если я прямо здесь напишу, то будет, ну, будет возникать вопрос, типа, чего, что за date time 19.70, а так, а, это дефолтный begin, типа, все понятно. как бы, когда ты им какой-то даешь объект, ты... и просто вот эти вещества и нам вместо нам а, без selfа? Вот так вот почему нельзя? Нет. А, А, почему их сразу сюда нельзя вписать? А, вообще, про это, возможно, вам рассказывали, но давайте я вам покажу фокус, сейчас, смотрите, будет функция такая, которая принимает лист, если, ну, по дефолту пустой, да? Да, это, наверное, но сейчас я наберу, и вы убьете код. короче, все, что она делает, это берет и к листу добавляет его длину. А, это просто разно показываешь при следующем вызове. Да, 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 то есть, если я сейчас скажу, типа, а добавь-ка, вот, ну, в общем, объявлю какой-то массивчик, скажу, а добавь-ка к нему его длину. Ну, все нормально, как бы, добавил, добавил, ну, и так далее. То, если я вдруг вызову его вот так вот. А, там return надо было сделать, конечно, иначе мы не узнаем, что там происходит. Ах, сейчас, давайте. В общем, если я сейчас вызову аддлен, то вот он, как бы, к пустому массиву, добавил его длину и вернул мне его. Если я его еще раз вызову внезапно, я получу какой-то мусор, потому что на самом деле вот этот массив, он создается до объявления функции и используется один раз и навсегда. Вот. Ну, в общем, короче, чтобы у меня такого спецэффекта здесь не было, я использую стандартный хак, что я передаю none, а потом на него проверяю. Более того, эта запись позволяет сюда явным образом нана передавать. Вот, если кто-то там этот end вычисляет, то функция, вычисляющая end, может возвращать none, имеет право, ей здесь помогут в этом случае. Вот. Ну, в общем, это действительно работает, тут никаких проблем нет, это вот количество секунд с начала эпохи, все замечательно, но есть проблема. Смотрите, если я сейчас еще раз этот код исполню, то это число должно слегка увеличиться, потому что пока я все это говорю, какое-то время прошло, да, но вот, короче, нет. Видите, число не меняется. Какая есть версия, почему? Ну, запомнил. Ну, не, я же новый объект создаю, вот я говорю снова интервал равно тайм интервал, новый создаю снова, и оп, и у него опять, короче, такой же погибает. У нас тайм интервал, он вот один раз его как бы, ну, нормально проходит, и вот дейтайм, на, он сразу вычисляет, а потом он еще раз туда не заходит. Да, мы напоролись, в принципе, на тот же спецэффект, что я показывал сейчас в соседней консольке, когда класс создавался, дефолт-энд один раз вычислился и записался. Вот, в него там можно посмотреть, вот дефолт-бегин такой-то, а дефолт-энд, все, он там навсегда такой, и теперь бороться с этим бесполезно. Соответственно, говоря об атрибутах класса, да, то есть, видите, я могу к этому дефолт-энду обращаться прямо из класса. Говоря об атрибутах класса, методы, строго говоря, тоже являются атрибутами класса, то есть, этот вот дефолт-энд, он точно так же лежит в классе, как и дефолт-энд. Вот он лежит, и если на него посмотреть, вам даже скажут, да это функция, даже не метод, а с точки зрения класса, это просто функция. Вот, если его попробовать вызвать, то вам скажут, что типа все прекрасно, но где self? Потому что, если это функция, то значит у нее должен быть атрибут. Ну, видите, я не из объекта вызываю, поэтому self сам не подставляется. И на самом деле этот self туда даже можно подставить, это даже будет работать. Вот. А вот насчет того, что не обновляется время? Это мы сейчас пофиксим, это вот следующий пример, да, то есть, мы просто изучаем, как это работает, да, то есть, понимаете, да, есть класс, у него есть вот раз атрибут, два атрибут, три атрибут, четыре атрибут, а когда мы создаем объект, ему становятся доступны вот эти методы и вот эти вот атрибуты, как атрибуты класса. Да, короче, как это пофиксить? Чтобы это пофиксить, нужно это вычислять на ходу, вот надо сказать, если, ну, как бы можно, вернее, как сделать, можно сказать, если begin none, то begin, конечно, равен self begin, а вот end надо вычислить сейчас и больше никогда. Вот. И в этом же, ну, это решение нашей проблемы, но я вот тут вношу еще одну другую, довольно-таки забавную. Смотрите, я делаю метод changeDefault, который возьмет и в default begin напишет 80-й год, а не 70-й. Соответственно, я создаю, внимание, да, я создаю интервал, я этому интервалу говорю поменяй-ка default и потом спрошу у time interval какой же style default begin. Какой будет вывод, как вы думаете? Все говорят 70-й, потому что чуют, что должен быть подвох, да? Подвох есть. Это действительно 70-й. Подвох в том, что когда я обращаюсь к self begin, к default begin из self-а на получение, он его у себя не находит и говорит, слушай, класс, а у тебя-то есть и получает из класса. Но когда я что-то присваиваю, он ни в какой класс не ходит. Он просто такой, о, у меня такого нет, новый атрибут создам. Поэтому этот default begin внутри self-а поменялся. Вот если вот я напишу здесь interval default begin, то да, в interval default begin, 80-й год. Но в классе ничего не поменялось. То есть это вот фишка питона, которая будет проявляться, вот она уже два раза у нас проявилась, и она будет проявляться и снова, что set и get в питоне, получение и установка, работает несимметрично. Получение пытается искать до тех пор, пока не найдет, а установка просто устанавливает, где есть. Ну типа, что ему искать, если он может создать, ну, прямо у себя. Можно еще раз, почему там все, что это не все, почему вот, ну вот здесь вот была та же ситуация, что установить абы какой атрибут можно, потому что, когда объект у себя атрибута не находит, он просто берет и создает его. А когда вы говорите, ну, когда ты пытаешься его получить, он его ищет. Так вот, когда ты пытаешься его вот здесь получить, он его не находит и ищет тогда в классе, то есть он ищет сначала у себя внутри в объекте, а если не находит, ищет в классе. А когда я устанавливаю его, вот так вот, он нигде его не ищет, а пишет прямо в объект. В объект, а не в класс. То есть тогда в объекте становится своя копия, а в классе своя. Все объекты, у которых не было, не было вызван changeDefault, они будут в класс ходить, а у которых был, будут прямо к себе. Да, поэтому после changeDefault в interval default begin лежит 80-й, а в его классе можно вот так написать, 70-й. Его класс это то же самое, что interval, это вот он же. Вот. Да. Мы ведь так можем обращаться только к тем атрибутам, которые объявлены вне... Да, 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 только как бы к атрибутам класса, да, которые созданы вот, типа, раньше, чем, то есть, чем время, чем сам объект. То есть вот попытки записать через self что-то в класс, не работают. Вот мы попробовали, не получилось. Ой, я только сейчас понял, что я что-то вот мышкой выделяю, а вообще у вас не видно, да? Не, нормально. Да? А, окей. Видимо, мне отсюда. Ну да, хоть немножко режимом становится. Вот. Смотрите, вполне возможно, что сейчас кто-то вот не очень понял, что происходит. Вот. Это не сильно важно, потому что, как бы, это такой скользкий момент. Просто, когда вы на что-то на такое напоритесь, всегда, не знаю, откройте этот скринкаст и пересмотрите. Потому что, вот этот момент, что в питоне set и get не симметричны, это одно из самых, один из самых часто создаваемых вопросов. Это, наверное, второе место после вот этого вот. Вот. То есть, это, если вы найдете какую-нибудь статью, типа, пять главных ошибок, там, начинающего питон-программиста, там на первом месте будет вот это, на втором месте будет там вот это или его там вариации, там еще бывает, что оно вниз-коупо объявлено, вы пытаетесь переопределить, не переопределяется. Там та же самая история. Вот. Короче, это бывает, об этом надо помнить. И если вы дальше сейчас не очень поняли, ну, просто, как бы, сделайте пометку в голове, что что-то там был не так. Вот. Смотрите, раз уж у объектов есть атрибуты и методы, а у класса есть атрибуты, то логично предположить, что у класса есть методы. Не вот такие, которые функции, а прям методы-методы. Ну, и это действительно так. Чтобы создать метод класса, надо использовать специальный декоратор собачка-класс-метод. Это такой супернативный питонячий декоратор. Если я не ошибаюсь, они существовали еще до того, как появилась нормальная возможность свои декораторы объявлять. То есть это был такой типа нулевой этап, они бросили несколько своих. А декоратор это... Ну, декоратор это просто некий способ модифицирования функции, такой типа метапрограммирования. Но в данном случае как бы это не сильно важно. Здесь вся магия от нас спрятана и все делается за нас. Что нужно знать про метод класса? А, ну вообще, что здесь происходит? Да, понятно. Я говорю, что если begin не установлен, то спроси у класса дефолтный begin, если end не установлен, спроси дефолтный end. И тогда дефолтный begin будет просто возвращать атрибут, а вот дефолтный end будет вычисляться. Это как бы все еще решение той нашей проблемы, что dateTimeNow один раз вычислялось. Теперь оно будет вычисляться много раз, потому что мы каждый раз будем звать этот getDefaultEnd. Во-первых, поскольку это метод класса, его можно вызвать из класса. Вот это можно увидеть во втором примере. А, я его не исполнил, просто это метод класса. То есть можно прямо из класса вызвать этот метод. Во-вторых, поскольку это метод класса, то первым атрибутом, первым параметром в этот метод влетает не объект, которому принято назвать self, а сам класс, вот этот вот timeInterval. Поэтому его принято именовать cls, а не self, чтобы явно понять, что это не объект, это прям класс, объект класса, вот этот timeInterval. То есть это на самом деле то же самое, что сюда timeInterval написать. У кого есть идеи, почему cls, а не класс? Ну да, класс нельзя, потому что класс зелененький. Там зарезервировано слово. в Ruby эту проблему обычно решают вот так. И в метапрограммировании на питоне тоже такое часто можно встретить. Ну или там класс подчерк какой-нибудь. То есть короче не всегда self, иногда cls. А это сейчас я расскажу. Это пометки для меня. Вот соответственно теперь наша проблема решена. Обратите внимание. Видите, второй timestamp он меняется. Ну не timestamp вернее. Видите, секунды текут. Ну вот. Да, по поводу static. Помимо класс метода, который получает на вход cls, есть еще static метод, который ничего на вход не получает. И наш getDefault.end строго говоря это static метод, потому что ему cls не нужен. Вот этому нужен, а вот этому не нужен. Но опять же, несмотря на то, что даже PyCharm иногда жалуется, он подчеркивает метод, говорит, слушай, а зачем тебе здесь целое сноуку переделай его на static метод. Я предпочитаю static методами никогда не пользоваться, потому что если вдруг при малейших изменениях им придется друг про друга что-то узнать и повызывать, то у них этого способа нет. То есть тут можно поспорить, что переделать класс метод достаточно легко и это ничего не стоит и до поры до времени можно держать его static ну может быть да но как бы я прекрасно понимаю я вижу зачем и почему мне надо разделять методы на методы класса и методы объекта потому что не всегда я вызываю метод когда объект уже есть бывает моменты что я вызываю метод когда объекта еще нет и тогда класса еще нет поэтому класс метод меня как бы всегда устраивает в этом смысле вот и я static методами не пользуюсь практически никому не рекомендую но в целом я могу ошибаться да но это функция без селфи класса но которую все еще можно вызывать из класса если смотри да это хороший вопрос если ее получить как атрибут то это просто голая функция ее можно как бы ну то есть если ты до нее как-то достучался ее можно вызывать ну то есть вот смотри get default begin это bound метод все еще потому что ему внутри себя надо помнить sell то есть cls а get default end ничего помнить не надо поэтому это просто голая функция это может отличаться во втором питоне во втором питоне была такая штука как unbound метод это как бы метод который ничего не помнит ну грубо говоря там все несколько сложнее третьем это переделали теперь это просто функция ну вот в этом случае он вообще работает то есть это просто я там свое некое мнение высказываю вообще ну вот вот этот метод он вполне себе static у него cls нет он ему не нужен он работает это рабочий пример да да то есть как бы ну собственно вот вот то есть много немало в данном случае как бы больше знать можно нельзя не получится вызвать метод объекта например get length который если объекта нет понятное дело вот так вот так смотрите на этом некоторая часть там какая-то там значительно завершена теперь мы напишем небольшую программку просто чтобы отточить навыки того что мы приобрели если у вас есть вопросы сейчас самое время их задать ну это вот ну вообще любой метод он bound то есть сейчас я я найду какой-нибудь примерчик получше где-то можно продемонстрировать где-то у нас первый раз get length вот он пожалуйста вот сам get length который вот если я вызову его я получу длину вопросов нет вот я получил time delta в одну секунду если я его не вызываю то перед тем как я его вызвал это такой фактически это внутренний питонячий объект на который мы можем посмотреть но обычно нам никак не нужен вот это просто некий объект который можно вызвать но это не просто вот эта функция да потому что просто вот эта функция она требует одного аргумента а я его вызываю без аргумента то есть вот этот get length и вот этот это не совсем одно и то же его питон успел преобразовать потому что он вместо того чтобы требовать от меня функцию с одним аргументом дает мне какую-то как бы функцию с нулем аргументов где self уже заполнен и в этом смысле как бы слово bound потому что этот self он уже там привязан внутри вот ну а метод это ну же метод ну соответственно если я скажу ну вот как я уже показывал timeInterval getLength вот тогда я получу вот эту голую функцию вот она function main timeInterval getLength и вот она-то с одним параметром вот если ее попробовать со скобками вызвать вот скажет типа извини парень там как бы позиционный аргумент self а ты мне его не передал ну потому что вот у этой функции действительно есть позиционный аргумент self который никто не передал так да еще вопросы прежде чем мы напишем какой-нибудь маленький примерчик нет для того чтобы вот этот патч юпитер показывать ну анакон там внутри себя ставит виртуальное окружение ну то есть это просто короче простой способ быстро поставить юпитер двумя кликами мышки я типа инсталлер скачал нажал двумя щелчком оно оп у меня запустилось я такой ух типа я специалист я думаю что я просто не очень в курсе я ее использую только для этого но мне кажется что дата сантисты должны по этому делу горать потому что там явно вот на этой вот плашке вот вот тут что-то ну вот r studio это точно что-то про статистику вот какие-то графики нарисованы я просто ну как бы это немножко не из моей области но она у меня стоит вот чисто для того чтобы был классный юпитер ну юпитер клевый тут вообще не поспоришь он нравится всем и дата сантистам и просто программистам да короче давайте напишем очень маленькую программку очень маленький классик смотрите какая задача кто-нибудь играл в D&D ну это такая настольная ролевая игра ну короче смысл в следующем в D&D есть персонажи у персонажей есть некий некий набор статистик вот и одна из них основная называется ability score типа я не знаю как по-русски короче некие очки очки умений вот ну да-да-да не наоборот очки способности да вот то есть способнички очки вот вот и это ability score это просто как бы ну некий вот соответственно первое что нам понадобится это конструктор который будет принимать собственно сам score и мы его будем сохранить ну типа того да ну не-не point buy нет point buy я уже делал на первом мастер-классе вот просто я покажу слегка как это реализовался ну вот соответственно и у каждого персонажа их таких 6 но в данном случае это не важно мы наверное не будем реализовывать ну вот я создам какую-нибудь там ловкость которая равна там типа 12 можем исполнить посмотреть что из этого получится да ну это это работает все хорошо значит смотрите у этого ability score будет некий метод например to string ну то есть самое главное вообще что первым делом с этим ability score мы можем делать это выводить его на экран да вот но у него должно быть какое-то строковое представление ну давайте дефолтное строковое представление это будет просто число в квадратных скобочках ну и будем выводить его что-то пошло не так а ну да вот так вот о вот 12 квадратных скобочков это работает да вот но это не очень интересно естественно давайте теперь делаем некоторые проверки на тем ну чтобы нам не совали об что во-первых могу сразу ну давайте короче во-первых давайте сделаем дефолт дефолт это 10 ну в dnd как бы ну я не буду арифметику объяснять но короче 10 это середина 10 это типа абсолютная норма то есть если ты у тебя сила там ловкость 10 декс это декстерит ловкость то ты типа никакой в этом ты нормальный вот ну как нормальный типа дракона 1 может убить да значит мы теперь можем отсюда вот эту убрать да это работает вот теперь давайте приделаем ограничения скажем минимум может быть 1 потому что если 0 то нет на самом деле может быть 0 ладно и максимум там типа по-моему в последней системе 30 но это неважно даже если я в правилах dnd ошибаюсь то в питоне нет вот соответственно скажем если скор больше чем скор макс то давайте кинем просто value error прекрасно давайте constitution это ability score 40 я не пишу нормальные тесты потому что ну как бы совсем маленький пример ну да 40 это слишком много ну спасибо я догадался что это работает соответственно если это меньше чем min то то ну и соответственно минус 40 тоже не должно работать ага вот ну короче как-то уже все стало непонятно так что давайте вот сделаем этот чек скор передадим сюда скор он будет приватный его никто снаружи звать не должен мы будем звать его сами сами мы его будем звать вот здесь чек скор скор вот так нормально значит что еще мы хотим ну ладно давайте пришло время да во еще такой момент конечно нам в качестве скор же могут всякий мусор передать и нам конечно же интересно первым делом сделать его интом наверное вот здесь вот даже давайте знаете как сделаем чек скор будет возвращать новый скор а мы будем устанавливать его результат в качестве атрибута понятное дело что инт от скор может тоже кидать исключение если туда засунуть какую-нибудь строчку то там точно будет что-нибудь плохое но мы не будем это никак перехватывать потому что наивно полагаем что пользователю ну да да вот ну нет плохая ошибка на самом деле конечно а ну да надо сначала это сделать а потом уже все остальное да я нажимаю двоеточие вставить на знак и ввожу shell команду а ну там вам просто не очень видно но поверьте мне это оно вот я нажимаю enter он мне воплевывает вот и говорит нажми enter чтобы вернуться обратно вставить на ну вот ну вот он говорит что xxx это не int в общем будем считать что это исключение пользователю нормальное и мы перехватывать не будем ну тут как бы не могут разниться можно еще да а из класса они но мы его как бы и вызываем в некотором смысле снаружи вот здесь ты хочешь сказать можно написать типа ability score init да но тогда сюда нужно передать уже созданный объект он сначала создает да он на самом деле сначала создает а потом из него уже вызывает init но это хак то есть init напрямую вызывать не нужно init нужно только объявлять никогда не вызывать вот ладно теперь дальше в чем вообще смысл игромеханически этого ability score если короче если очень просто то в dnd вся игра крутится вокруг того что вы кидаете кубик вот и чем ваш персонаж сильнее тем обычно вы больше прибавляете к этому значению условно не всегда конечно а чем он слабее тем больше отнимаете вот соответственно чем больше у вас ability score тем больше вы прибавляете кубику но вы прибавляете не сам ability score а некий от него так называемый modifier я надеюсь что я объясняю про питон больше чем про dnd короче modifier вычисляется под простой формуле берется score из него отнимается десятка результат делится пополам и делается floor ну то есть делится нацело пополам это то что нам надо можем попробовать вывести modifier 10 это 0 почему я собственно сказал что 10 это серединка 20 это должно плюс 5 а 19 это должно плюс 4 все так вот соответственно давайте немножечко переделаем to string теперь будет в квадратных скобочках даже вот так будет сначала score а потом рядом в квадратных скобочках modifier ну и видимо все таки поскольку это метод давайте его переменуем в get modifier иначе слишком похоже на атрибут ага и здесь мы вернем to string в питоне вообще есть дефолтный to string он там типа называется str но мы до него еще не дошли по ходу изложения поэтому пока так ага пардон чтобы шаблон подставлялся здесь надо фигурные скобки подставить иначе само слово выявилось о вот единственное смотрите в чем проблема что если я введу здесь 9 то у меня будет честно написано минус 1 а если я вот введу 19 я хотел бы чтобы было написано плюс 4 а выводится только 4 возможно шаблонизатор как-то умеет с этим бороться да но я не знаю как вот поэтому давайте напишем метод типа да на самом деле последний раз когда я рассказывал похожую штуку на перловом мастер-классе мне ребята рассказали что принт так умеет делать вот я не знаю умеет ли формат возможно тоже но мы забьем но имейте ввиду что короче наверное есть решение получше модифайр стр это явно приватная функция которая никогда никому не понадобится она возвращает она берет модифайр посчитанный и она возвращает модифайр если модифайр меньше нуля иначе она возвращает только давайте тогда уж строка так строка иначе она возвращает плюс плюс стр модифайр я прав да и теперь вот здесь не get модифайр а get модифайр стр да ну прекрасно на вкус можно сделать по-другому можно сделать функцию типа модифайр модифайр стр который будет принимать модифайр параметром и соответственно сюда ее поместить это тоже будет работать но к чему я все это тогда ее можно сделать класс-месту потому что она больше не использует более того она и класс-месту не использует так что ее можно сделать и стать методом понимаете да ну то есть вот эта функция она вообще сама по себе и никакой класс никакой селф не нужен но она здесь внутри лежит потому что ну как бы от нее снаружи толку маловато местными какими-то понятиями заведует и не очень понимает к чему все это вот ну это вот такой микропример давайте на этом сделаем перерыв сразу после того как вы зададите насущные вопросы если таковые у вас имеются у меня вопрос такой ну в селф я сейчас попробую там получается лежат вот эти цифры которые стоят ой я в целом отдельно подойдем ой окей так да давайте единственное что я на этом трансляцию стопну чтобы кусочками был видос что мне понравится куда делось окошко записи экрана я не понимаю справа сверху так вау так Продолжение следует...